Если кто-то помнит, то в мае прошлого года я обозревал самую первую версию мода Legend Returns, что на платформе Зова Чернобыля, и с того момента уже прошло больше полугода, и вышло куча обновлений на эту модификацию. Однако недавно была выпущена 0.9 версия, которая привнесла в игру множество изменений, и мы посмотрим, как же сильно изменился мод по сравнению с самой первой версией. Кто, кстати, не смотрел обзор, то рекомендую это сделать, видео появится где-то там. Ну и также, если вам понравится видео по этому моду, то не поскупитесь на лайк, мы еще поиграем в ЛР. Если вас заинтересует мод после просмотра, то ссылка на группу проекта будет в описании, обязательно подпишитесь на нее, чтобы не пропустить новые обновления, ну и эту версию скачать можно там же. Ну и, как всегда, желаю приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Основной сюжет, ну, чтобы был, короче. И в чем же прикол этого мода? Здесь, как мы видим, ну, все значительно отличается от других сборок, и основная тематика этого мода это билды. И также сюда завезли кучу разных квестов и сюжетных приколов для всех группировок. Конечно, я не знаю, что у нас будут за квесты за чистое небо, но давайте, в общем, все сейчас сами увидим. Я пытаюсь разломать ящик, в нем была дробь. Давайте посмотрим на наше снаряжение, значит, нам дали бронежилет ЧН-1, нам дали масочку, нам дали ПБ, патроны, энергетик, это что такое? Дозиметр, радиометр, ДА-2. Во всех модах обычно он пихается на пояс, а тут... О, смотри, как прикольно, облучения отсутствует, ясно. Так, у нас, значит, есть рюкзак, чтобы заложить тайничок и граната. Короче, ну, такое себе, конечно, снаряжение, но ладно. Так, с кем надо поговорить? Наверное, с тобой, Ведров. Давай поговорим, смотри, какое здесь окно диалога. Вот это прикол так, а я бы хотел уйти в отставку, имеется какая работенка на сегодня, есть спецзадание? Да, есть. Слышал о том, как несколько месяцев назад погиб наш передовой отряд УЧС? Эээ, да, слышал. Так вот, мои источники докладывают, что стрелок, за которым гнался наш клан, до сих пор жив и до сих пор скрывается в зоне. Необходимо провести расследование. Здесь, в катакомбах, судя по нашим старым разведданным, было по меньшей мере два тайника. Попробуй найти их и обследовать. Все, что найдешь, покажешь мне. Прошу без самодеятельности. Понятно, по следам стрелка, значит. Окей, а какая работенка имеется на сегодня? Мы ищем ПДА определенных вооруженных лиц в зоне, чтобы знать о предстоящих планах недругов. Лишняя кровь ни к чему. Я берусь. Окей, посмотрим, где это мародерство у нас. Ага. А, просто набрать, эээ, КПК бандита 10 штук. Окей, понял. Так, а ты кто такой? Ты у нас травник или травник? А, ты у нас медик, понятно. Так, а я хочу поговорить с механиком и торговцем. Возможно, у них тоже будут какие-то задания. Здорово, Новиков. Имеется какая работенка на сегодня? Отлично, брат. Мне нужен набор инструментов для грубой работы. В нем должно быть все, что мне нужно. Если сможешь принести, награды не обижу. А, а что-нибудь еще? Больше у него ничего нет. Но я не хочу инструменты таскать. Есть время поговорить. Как ты тут оказался? Да, нечего рассказывать особо. В молодости работал в техническом персонале на Чернобыльской АЭС. А после аварии оказался без работы. На некоторое время поселился недалеко от зоны, помогая сталкерам-ходокам правильно собираться в походы. Ну вот, значится, однажды я снарядил в зону одного пацана молодого. Звали его Степаном. Ну мы с ним слово за слово. И до того он своей детской наивностью и энтузиазмом поразил, что я запомнил его надолго. А потом слухи пошли, что какой-то сталкер смог убежать от армейского патруля. Но получил смертельное ранение и упал в аномальное поле. Тогда сталкеров было по пальцам пересчитать, и я начал переживать за своего друга. Решил отправиться в зону. А что дальше-то? Нашел Степана? Не поверишь? Нашел. Причем нашел еще живым. У него было несколько сквозных пулевых ранений, а его одежда почти сгорела от аномалий, но он держался как мог. Я его достал оттуда и потащил к ближайшему поселку рядом с болотами, который, как мне казалось, был заброшен. Но нет, встретили нас добрые ребята в синих защитных комбинезонах. Накормили да напоили, а Степана на ноги поставили. И вот тогда мы и подружились с теми ребятами. Это был клан Чистое Небо. Вскоре мы присоединились к ним в знак признательности, а Степан еще не раз успел себя проявить в походах. А за его скорость и пронрыливость прозвали его Шустрым. Вот так вот. Ага, так это такая интересная предыстория у Шустрого. Прикольно. Интересная история, вот ведь как оно бывает. А то. Ну что, а теперь за работу. Слушай, а где сейчас этот Шустрый? Вроде среди чистых не встречал такого. Грустная история приключилась. Когда мы стали перебираться на новую базу после вечных нападений ренегатов, у Шустрого опять здоровье подкосилось. В то время мы стали уловить сигнал о помощи с того места, где в 2011 году пропала связь с нашим штурмовым отрядом. Мы были в смятении, потому как не знали, что делать. Шустрый вместе с еще одним мужиком из нашей группы настаивали на том, чтобы немедля отправиться на выручку. Но наш командир, Ведров, считал, что в нашем положении это безумие. Между ними возник конфликт, когда все, казалось бы, утихло и группа легла спать. Шустрый вместе с тем пацаном свалили в неизвестном направлении. Когда утром мы пытались отследить последний засеченный сигнал их ПДА, у нас ничего не вышло. С тех пор от них нет вестей. Неужели они пропали совсем без вести? Боюсь, что да. Правда, от наших сотрудников среди вольных сталкеров ходили слухи о появлении на картоне какого-то сталкера в синем камуфляже. И о том, что он нанялся работать на Сидоровиче, торговца тамошнего. Но мне с трудом в это верится. Печальная история. Но если я буду в тех краях, то проверю слухи о том сталкере. Мне и самому любопытно стало. Думаю, это безнадежная затея. Но все равно спасибо, что не остался безразличным. Блин, слушайте, интересные квесты сюда завезли. Так, а ты у нас что такое? Ты спора. Ага, так, что у тебя есть в ассортименте? Я хочу обменять жетоны на снаряжение. Имеется какая-то работенка на сегодня? Запас еды на исходе. А мне нужно чем-то ребят кормить. Кто-то время от времени приносит мне одну-две туши мутантов. Но в последнее время что-то никто не хочет охотиться. Так что, если ты не занят и тебя интересует эта работа, будь добр. Принеси мне мясо плоти. Главное, запомни. Адреналин, выделяющийся из-за чрезмерного волнения животного, делает мясо жестким. Да и чем меньше крови во время убийства, тем вкуснее мясо. Так что, стреляй осторожнее, ладно? Ну, окей, я понял тебя. Хорошо, понабрали мы тут квестов. И куда же мы пойдем теперь? Конечно, с одним лишь пистолетом идти в подземелье агропрома что-то выискивать на стрелка, это глупо. Поэтому давайте попробуем здесь побегать и поискать что-нибудь. Возможно, мы раздобудем немножечко снаряжение. Так, нашел ящичек. И в нем у нас валяются патроны. Все пригодится в хозяйстве. А это что такое? Ты не лутаешься, ясно? Так, тут у нас псиночка валяется. Тело слишком повреждено. Это, конечно, печально, но я пришел за вот этим ящиком, в нем тоже пусто. Я уже три ящика на базе обыскал, и почему-то все без толку. Они просто пустые. Погнали попробуем сходить вон в тот тоннель. Возможно, мы что-нибудь да найдем. Обычно там всегда дропаются бинты и аптечки. Так, отсюда сейчас ничего не дропнулось. Тут еще ящик есть где-то. А, вот он, вот он, ну-ка. Тоже ничего нет, ну ладно. Надо быть предельно осторожным, потому что здесь множество аномалий. Давай кинем болтик. А, а, все, у меня болты кончились. Я забыл то, что они скончаемые, лол. Это нововведение явно не для меня, потому что я, ну, потому что мне не очень такое нравится. Конечно, я не говорю то, что это говно. Это кому-то нравится, и пускай будет так. Я как-нибудь потерплю. Тут тоже пусто, к сожалению. Так, и давай лутать ящики. Здесь всегда падают бинты, а вот с этого вагончика всегда падают аптечки. Давай проверим, вырезали их здесь или нет. Ну, просто вот ни в одном моде их не вырезают. Вот это прикольно, конечно. Ну, я имею в виду в каком-нибудь моде или сборке именно на Call of Чернобыль. Так, у нас есть две аптечки. По два использования. Шикарно. Но я все-таки не знаю, что мне сейчас делать. Давай попробуем убить военных. Конечно, это безумие идти на базу военных с одним ПМом. Но просто побегаем возле их базы, посмотрим. Возможно, они будут там, не знаю, высылать какие-нибудь патрули. И я смогу бесшумно завалить эти патрули. Так, у меня уже кончается выносливость. Но я пришел на остановку, чтобы здесь все проверить. Смотри, еще одна аптечка. Она, кстати, тоже полная. Неплохо. Так, я вижу псевдо-собачку. И она сейчас на меня нападет. Давай, я на нее тогда первый нападу. Там, смотри, там еще собаки. Там плоть. Плоть мне нужно обыскать. Надеюсь, она целая. И с нее можно будет что-нибудь снять. Так, минус псина. Минус еще одна псина. Тихо. Надо, чтобы не укусила вторая. Сдохни. Тихо, тихо, тихо. Подожди. Давай договоримся. Блин, слушай, они бодро от пистолета моего сливаются. Я думал, ПБ вообще не будет дамажить. А ПБ нормально так по ним жмыхает. Мне нравится. Давай, иди сюда. Вот это, конечно, косой. Ну ладно, мы ее убили. Это главное. Так, ну-ка лутать. С этой ничего не дропнулось. С этой тоже? Да вы что такие жадные? Кстати, тут у нас есть ящик. В нем ничего нет. А здесь? Здесь тоже пусто. Блин, почему мне ничего не дроплится с тайников? Это либо я такой невезучий, либо здесь какие-то проблемы с тайниками. Я уже третью собаку лутаю. С нее тоже ничего не дроплится. Надеюсь, хотя бы отсюда что-нибудь дропнется. Да вы издеваетесь. Тупо ничего не дропается. Подожди, это по кому там стреляют? Это вертолет? А, он не по мне. Ну хорошо. Так, плоть. Плоти тоже ничего нет. Да что ж ты будешь делать? Так, а по кому там, собственно, стреляет вертолет? Неинтересно. Давай посмотрим. Так, вон там кто-то бегает. Это сталкер, судя по всему? Или наш чисто небовец? Ну-ка, давай попробуем посмотреть, кто это. Ладно, посорить не получается. Давай подойдем, я думаю, поближе. Или хотя бы взберемся на этот холм, чтобы мы могли посмотреть, что там творится. Спасите, на нас напали. Это армейцы на медприборе, восточнее НИИ. Понятно, короче, это чисто небовец был. А давайте попробуем спуститься подземелье вот отсюда. Потому что, насколько я знаю, если мы спустимся именно отсюда, то здесь мы встретим лишь парочку военных, которых мы по-быстрому сможем забрать и отобрать у них их автоматы, конечно же. Ну, а потом уже зачистить оставшееся подземелье. Так, по мне уже стреляют. И я даже не знаю, что делать. Так, одного военного я сейчас завалю, все, завалил. Другой у нас прямо здесь. Надо сейчас его тоже аккуратненько. Хорошо, минус. Так, там еще один где-то. Ага. Тихо, тихо, тихо. Старший лейтенант Андрющенко. Андрющенко, ты шо? Не надо, не стреляй в меня. Так, минус один. Второй там ящики решил побить. Нет, слушай, и, конечно, у них прикольные. Вообще прям... У-у-у-у, тихо. Прям максимально умный NPC. Давай поставим сюда аптечку, потому что у нас этих неких таблеточек, которые здесь стояли, нету. И надо мазануть бинт, потому что у меня кровотечение. Так, и сейчас попробуем еще раз его убить. Ага, вон он. Он уже туда свалил. Вот ты, конечно, петух. Так, тихо, тихо, тихо. Блин, с двух сторон. Оказывается, их двое здесь было. Еще и полтергейст в меня ящиками швырялся. Ну, все против меня. Вот это, конечно, подстава, друзья. Я не сохранился вовремя. И в итоге я сейчас заново буду всех убивать. Так, давай, схроны. Пора с тобой кончать. А, ты мне хрен сказал. Окей. Минус еще один челик. Супер. Так, надо быстренько мазануть аптечку, потому что хп мало. И сейчас надо не слиться, потому что я снова... Не могу сейчас пока сохраняться. Я в бою. Так. Ой-ой-ой. Тихо, давай. Вот сюда. Уйди нафиг. Все, я сохранился. Отлично. Теперь можно смело на них быковать. Вот так вот стрелять по ним. С этого пистолетика, конечно, убивать военных. Вообще прям веселье. Полные штаны. Так, минус. И вверху остался военный. А, их двое. И один из них зацепил меня. Ну, я тебя сейчас зацеплю, тварина. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Пожалуйста, не убивайте меня. Спасибо. Так, снова сохранимся, потому что их осталось всего лишь двое. Вообще, их пока за четверо, но остальные двое, я так подозреваю, они вообще у тайника стрелка там где-то заныкались. Так, минус один. А второй пока что еще не собирается умирать. Но давай все-таки его отправим на тот свет. Отлично. Мы убили всех, и теперь можем смело лутать. Так, это, конечно, у них здесь приколов. Это что такое? Разгрузка на 2,5 килограмм плюс 3 кг дает. Подожди. Прикольно. Так, и есть некий жетон. Насколько я знаю, у нашего торговца можно на жетоны обменивать снарягу. Мы потом разберемся с этим поподробнее. Ну, или если кто-то уже играл и знает инфу о жетонах, что с ними делать. То напишите в комментариях. Но, конечно, приколов с них я здоровских снимаю. Смотри, бронепластика керамическая. Вот это прикол. Нет, слушай, мне нравится. Хороший лут. Так, и надо что-то одно себе взять. Давай, я думаю, возьмем абакан. Остальное мы все разрядим. Вот таким вот образом выглядит у нас абаканчик с прицелом. Прикольно. Так, и надо, короче, заюзать аптечку, потому что у меня мало здоровья. И облутать самых первых военных, которых я тут убил. Он тут мне аптечек навыбивал с ящиков. И смотри, вот у него есть какая-то некая капсула медицинская. А, кстати, а что лучше, аптечка или капсула? Аптечка 50 дает восстановление здоровья. А капсула 30. Ага. Так аптечка еще и кровотечение снимает. Не, ну аптечка тогда по-любому лучше. Я там уже слышу военных внизу. Они по мне стреляют. Ладно. Надо, короче, потрапливаться с лутом. Тихо. Какой-то слишком жесткий прицел у абакана. По крайней мере, на этом абакане. Что за прицел тут? Подожди. Это обычный ПСО-1М. Понятно. Как я заберу твой автомат и стырю все, что у тебя есть. Так, надо разрядить некоторые стволы, потому что я спешил, торопился и некоторые стволы не успел разрядить. Вот так-то лучше. Я, конечно, не знаю, купят у меня эти стволы или нет. Стоит ли их вообще собирать. Есть ли в этом смысл? Но попробуем. Мы уже приближаемся к тайникам стрелка. Точнее, к тайнику одному стрелка. Я не знаю, почему там было написано типа 2. Но, по сути, тайник стрелка здесь один. Но, возможно, я чего-то не знаю. Так, минус военный. Отлично, у него был боутик. Это вообще то, что мне нужно. И сейчас нужно быть максимально осторожным, потому что где-то здесь бродит кровосос. Возможно, даже два. А у меня нет никакого дробовика, чтобы их вот так вот вблизи спокойно отстрелять. Так, я слышу уже кровососов. Одного, точнее. Так, вот он. Тихо, тихо. Сейчас умру же. Нет, 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 тихо. О, фух. Хорошо, я жив. Я жив, и это главное. Так, быстрый бинтик, аптечку. Фух. Блин, это было, конечно, жестко. И здоровье восстанавливается неимоверно медленно. Жесть. Но это было стрёмно. Ничего не скажешь. И опять с него ничего не дропается. Что за дичь? Почему у меня ничего не дропается с мутантов? Это очень странно, конечно. И я этим крайне недоволен. Ладно, го, сберёмся в тайник стрелка. Там нас точно никто не достанет. Вот мы и в тайнике стрелка. Ну, короче, тут всё лутать. Из ящиков хрен чё дропнется. Кстати, интересно, лежит комбез из оригинала? Да, лежит, смотри. Он лучше, чем мой. Давай его наденем. Так, тут у нас патроши. Патроши я заберу. Медицину тоже. Тут у нас что? Тут у нас дробь. Тут у нас ничего. Ну и тут тоже дробь. Так, хорошо, вот он кейсик. Так, военные документы. Тут у нас автомат целый лежит. И я перегружен. Надо, короче, дробнуть самые фиговые автоматы. Это вот эти вот. И будем лутать здесь дальше. А тут лутать-то толком больше нечего. Эти трубы не обыскиваются. На матрасе там ничего нет. Ну и всё, ливаем отсюда. Подожди. Я точно всё забрал. По следам стрелка. Найти любую информацию по стрелку в подземельях не имеет прибор. Понятно, это, короче, не вся инфа. И нам нужно ещё где-то информацию искать. Ну хорошо, поищем, если, конечно, смогу. Сожрал, кстати, медицинскую капсулу. И она восстанавливает гораздо быстрее, чем аптечка. И, на удивление, гораздо дольше. Странно, зачем тогда нужна аптечка? И почему у неё характеристик больше, если аптечка вообще ни хрена не хилит почти? Либо я просто что-то не знаю о системе лечения в Legend Returns. Что, скорее всего. Ладно, погнали отсюда. Я не знаю, где ещё инфу искать о стрелке. Напишите в комментариях, если вы знаете. Мне будет интересно почитать. Надо быть максимально аккуратным, потому что здесь будет сейчас ещё один кровосос. И, причём, он заспавнится только тогда, когда я дойду до конца того... Точнее, до... Короче, сюда дойду. Вот, смотрите, я иду, иду. Так, всё, он заспавнился. Он где-то там. Не знаю где. Ну, давай стрелять. Ага, вижу. Всё, отлично. Он даже добежать до меня не успел. Так, и семь человек заприметила карта. Это, судя по всему, бандиты. И нужно будет сейчас с ними аккуратненько разобраться. Так, подожди, я не обыскал здесь ящик один. Вот здесь вот у нас есть синий ящичек, в котором ничего нет. Очень полезный дроп, согласен. Братки-то меня уже по-любому подстерегают. Вот только хотел сказать, и на меня вылетел бандит. Так, ну давай, кипиш, пошёл. Хорошо. У них дробовики, блин, и у нас ближний бой. У них сейчас больше преимущества в бою. Так. Ну давайте, показывайтесь, твари. Я вас всех здесь перещелкаю. Минус один. Ещё один там сныкался. Минус. Блин, а вот этого не успел убить. Я хотел его тоже в голову щелкнуть. Так, давай отступим, перезарядимся. Два патрона. И снова в бой. Так, минус два человека осталось. Вон один. Второй где-то... Я не знаю даже, где он. И предположения у меня нет. Ну всё, понятно, они были вдвоём здесь рядом. Так, ну я всех завалил. Отлично. Даже ни разу не получил урон. Прикольно. Но, к сожалению, унести всё у бандитов я не смогу. Потому что у меня уже перевес. Видите, я взял один автомат и сдыхаю. Давай всё-таки повыбрасываем ещё волын. Всяких таких вот плохих. Они все жёлтого состояния. Я оставлю только зелёного. Ну и, в принципе, всё. Вроде повыкидывал мусора. Так. Во. Так, где твой дробан? Он меня сейчас вообще больше всего интересует. И я его что-то найти не могу. Блин, алло. Где твой дробан? Куда ты его дел? Куда ты его уронил? Возможно, он упал вниз. Я, конечно, не знаю, каким образом он мог упасть вниз. Но и внизу его тоже нет. А, вот я подобрал. Смотри. Отлично. Вместо пистолета поставлю. Давай перезарядим. Конечно, он у нас сильно покоцанный. Но ничего. Я думаю, отремонтируем. Или найдём получше. Осталось всего три жмура. Вот один из них. Это Ильюха Перо. Вот, кстати, первый КПК бандитов. Напомню, нам нужно найти 10. Чтобы сдать квест. Так. И в итоге я снова перегружен. Что же мне выкину? Ну, давайте ПМЧ выкинем и Форд. Потому что, ну, я сомневаюсь, что за них мне дадут много денег. Вот ещё один КПК. Отлично. И последний бандит. У него нет КПК. Но зато у него есть керамическая бронепластина и жетончик. Что тоже неплохо. Так, я снова перегружен. Что же делать, а? Очень сложно. Давай выкинем вот это вот. Всё. Нет, всё равно перегружен. Ты чё, дурак? Блин, а чё ещё выкинуть? Съедим хлебушек. И колбаску. Всё равно перегружен. Выкинем нахрен всю водку. Я никогда не пользуюсь ею. Всё, давай теперь возвращаться на нашу базу. Кстати говоря, мы сейчас прям под базой нашей выйдем. Ну, точнее, не прям под базой, а возле. Но всё равно топать придётся недалеко. Но мы, кстати, не всю инфу нашли о Стрелке. Потому что нам не засчитало квест. Где ещё искать? Я не знаю. Но на данный момент у меня и нет необходимых условий для поиска информации. Потому что я перегружен. У меня быстро кончается выносливость. И мне нужно всё быстро скинуть это. Наконец-то я на базе. И направляемся прямиком к торговцу. Потому что я даже ходить уже не могу. Не дай бог ты не купишь все автоматы, которые я нашёл. И я тебя убью. Блин. И он реально не скупает. Ну вот пистолеты, конечно, скупает. Вот это вот купит у меня. И лишь один автомат, который я нашёл в тайнике Стрелка. Он был полностью целым. А то, что я с трупов насобирал, он не возьмёт. Понятно. Держи тогда пистолетные патроны хотя бы. Вот эти патроны. Вот эти я ими не пользуюсь. Итого плюс 4000 рублей нам в карман. И я, конечно, не лазь, потому что нам хватит починиться у техника. Но всё-таки давай попробуем починить наш дробан. Возможно, техник над нами сжалится и за две починит. Отлично. Может, на Абаканчик ещё хватит. Чё? А чё так дорого? Хотя разница, типа, в поломке у них небольшая была. Я, конечно, понимаю, Абакан, да. Но не такая же разница в цене. 2400 и 5700. И учитывая то, что Абакан был менее убит. Не, ну это, конечно, такое себе. Ладно, нам нужно сложить куда-то все эти валыны, которые у нас не купили. Я даже знаю, куда. Вот у нас тут есть ящичек. Так, в него мы всё и сложим. Кстати говоря, почему-то у меня сбросился этот разгрузочный пояс. Или как его там? А, ну потому что я комбез менял, точно. Так, и чё мы всё-таки поставим? На плюс 3 веса разгрузку? Или бронепластину керамическую? На броню плюс 2 и защиту от взрывов плюс 4. Я сейчас не особо много воюю. Я, скорее, сейчас какой-то хабарщик. Поэтому давайте всё-таки разгрузку на 2,5 килограмма поставим. И поговорим с медиком. Возможно, я ему что-нибудь допродам. 422 рубля. 217 рублей. 942. Я хочу вот купить капсулы, потому что они нормально хилят, в отличие от аптечки. Хотя хз. Типа, свойства у капсулы хуже, но она лечит реально лучше. Я не знаю, как работает здесь медицина. И не хочу знать. Так, чё у тебя ещё за работёнка есть? Местная фауна нам мешает проводить исследования. Во! Давай! Зачистка местности от мутантов. То, что нужно. И где это? А это очень-таки недалеко. Погнали, сходим. Субтитры создавал DimaTorzok